Всем добрый день! Сегодня у нас 14 урок и мы рассмотрим еще парочку ссылочных алгоритмов TrustRank и SimRank. Что это за алгоритмы? Многие из нас слышали о трасте сайта, но считают это субъективной метрикой. На самом деле есть алгоритм TrustRank, который заключается в том, что отделяет полезные страницы о спамах, как он работает. Изначально вручную отбирается множество сайтов, которые заведомо являются трастовыми, на которых спам может встретиться практически с нулевой вероятностью. Например, это сайты различных правительственных учреждений, это сайты университетов и некоторых крупных брендов. Далее анализируются ссылочные связи, куда эти сайты ссылаются. И получается так, что чем дальше мы находимся от заведомо трастовых ресурсов, тем меньше надежности у этого сайта, тем меньше ему тоже траста. Существует еще обратный алгоритм Anti-TrustRank, который как раз измеряет спамность. То есть этот измеряет трастовость, обратно измеряет спамность. Ну и получается такая картинка, что если вы находитесь на первом уровне вложности от трастовых ресурсов, то доверие тоже достаточно большое. Процент спама всего лишь 0,15%. На втором уровне уже 4% спама, на третьем 14% и так далее. Чем больше уровень вложности относительно трастовых ресурсов, тем больше вероятность встречи спама и тем меньше траста сайту. Другой интересный алгоритм это SimRank. Этот алгоритм помогает находить схожие документы, на Западе его еще называют социтированием. Постулац здесь такой, что два документа похожи, если на них ссылаются похожие документы. Например, если взять такую схему, есть сайт университета, который ссылается на профессоров, и каждый профессор ссылается на своего студента, то профессора между собой будут похожими, так как на них стоит ссылка с одного университета, а студенты будут похожи между собой, даже если между ними нету ссылки, так как на студентов ссылаются похожие документы. Ну в данном случае не документы, а узлы, похожие узлы, то есть два профессора. Ну если это сайт, то это будут документы. Более подробно о численном вычислении этого показателя вы можете почитать по ссылке, которую я добавил в описание. На Западе эту технику называют соццитирование и объясняют так, что между двумя сайтами имеется связь соццитирования, если их часто цитируют вместе. То есть, если сайт А достаточно авторитетный и ссылается одновременно на Б и С, то Б и С между собой как бы делятся авторитетом тоже, то есть у них есть связь соццитирования. И чем чаще так происходит, чем больше сайтов ссылается одновременно на Б и С, тем больше между ними связь соццитирования. Приблизительно узнать, с кем вас цитируют, можно через оператора Related в Гугле. Он показывает подобные связи, единственное, что не для всех сайтов, но для большинства сайтов показывает. Вот, например, мебельvia.ru. Этот сайт чаще всего цитируют вместе с интернет-магазином Шатура и так далее. То есть, мы здесь можем ввести там, допустим, известный нам Ашеревском, с кем его цитируют. И вот цитируют вместе с Majestic, с Moz, Backlink Watch. Можете проверить свой сайт, возможно, вас тоже с кем-то цитируют. Если сайт ни с кем не цитируют, это не совсем плохо, но это можно оптимизировать. То есть, можно над этим работать самостоятельно. И стараться делать так, чтобы вас цитировали вместе с другими авторитетными сайтами. Такие два, на мой взгляд, очень интересные и полезные алгоритмы. Если вы со мной согласны, можете написать в комментарии. И если есть вопросы, тоже в комментариях обязательно задавайте. На этом на сегодня мы закончили. До встречи завтра. Субтитры сделал DimaTorzok